Землетрясение в Красноярске. С уходу на уходят ни хуй на себя. Люстры качались, звенела посуда, скрипели дверные косяки. Это утро для тысячи красноярцев началось с потрясений. Подземные толчки ощущали практически в каждом районе. Дмитрий Ткачев больше всего переживал за свою семью. Живут они в высотке на 17 этаже. Трясло с такой силой, что в какой-то момент показалось, дом просто не выдержит. Я услышал жуткий треск. И чувствовал, как немножко качает из стороны в сторону. У соседей услышал, что катается то ли металлический шар, то ли какой-то деревянный. Туда-сюда, туда-сюда. У меня в ужасе проснула жена, говорит, Дима, что это такое? Я полежал, наверное, секунды полторы, и я понял, что это землетрясение. Встал на пол и меня из стороны в сторону. Я, соответственно, не знаю, что делать. То ли бежать, то ли хватать. Сын у меня в соседней комнате. Как спускаться с 18 этажа? Но шатания были ужасные. Многим из нас это утро запомнится надолго. Одни хватали детей и выбегали на улицу. Другие в ступоре смотрели на двигающиеся предметы. Сильнее всех подземные толчки ощутили те, кто живет на возвышенностях и на последних этажах. У меня в коридоре висит, типа музыка и ветра, колокольчики. Они заиграли. Но они так высоко, что я испугалась, что кто-то зашел, левый. Потом дверь в соседнюю комнату закрылась. Видимо, толчок был раз, такая закрылась. Я встаю, ничего понять не могу. И еще на двери у меня висит на веревочке деревянная игрушка, коты играют. И она стала вот так вот стучать. Я бегала по квартире, я просто одна ночью и боялась, что мало ли что, там гром или что, или воры ночью. Все это отголоски сильного монгольского землетрясения. Произошло оно в 4 часа 33 минуты. Эпицентр находился в районе озера Хупсугул на расстоянии в 750 километров от Красноярска. В Монголии зарегистрировано почти 30 повторных толчков магнитудой около 7,1. До нас землетрясение докатилось за 6 минут и было зафиксировано в 45 районах края. Это достаточно сильное землетрясение. Вот оно спровождалось авторшоковыми процессами. В самом Красноярске оно ощущалось на уровне около 3 баллов. Соответственно, на верхних этажах, либо на каких-то неблагоприятных грунтах оно могло ощущаться несколько сильнее. Три балла характерные проявления – это раскачивание люстр. Может быть, вот сейчас у кого-то ёлки пораскачивались, игрушки. Но какой-то реальной опасности для жителей, для зданий оно не представляет. Несмотря на это, эмоции жителей не утихали весь день. Ленты соцсетей были заполнены роликами и сообщениями о произошедшем. В Покровке на 11 этаже ёлка станцевала ламбаду, а посуда на кухне ей создавала музыкальный ритм. Стены трещали, живу в роще. На четвёртом этаже подумала, что дом рушится. На Марковского. Восьмой этаж всё очень даже хорошо чувствовалось. Ёлка и игрушки ходуном. Бельё на верёвке раскачивалось. У кошки паника. Но справедливости ради, не все в городе почувствовали толчки такой силы. Кто-то и вовсе не заметил произошедшего и продолжил спокойно спать. Все в Красноярске ощущали землетрясение по-разному. Отчасти это зависит от грунта, на котором построен ваш дом. Одни увеличивают, другие уменьшают амплитуду колебаний. К примеру, в основании этого дома, скорее всего, просадочный грунт. Дом построен на месте протоки. И люди, живущие в нём, ощущали землетрясение большее, примерно на уровне 4 балла. В отличие от тех, кто живёт в Академгородке, где многие дома построены на скальном грунте. По словам специалистов, в нашем регионе можно чувствовать отголоски землетрясений в Иркутской области, Монголии и на Алтае. Но наибольшую опасность представляет сейсмическая активность вблизи города, например, в районе Восточных Саян. Толчки могут быть довольно сильными и вызывать последствия. Хорошо, что такие события происходят, по данным сейсмологов, довольно редко, раз в 500 лет. А самое мощное землетрясение рядом с Красноярском случилось аж в 19 веке. Тогда оно ощущалось на уровне 7 баллов. Юлия Чёпча, Денис Тимошенко, Енисей. Новости.